Привет! Вы на канале Слезы моей юности, и это третий выпуск моего блога про отечественную эмо-сцену. К сожалению, прошлый выпуск получился технически не очень удачным. Возможно, вы могли слышать там плохой звук. А если не слышали, то это повод задуматься. Дело в том, что тот выпуск я снимал на Балийской вилле. Но с одним нюансом. Эта вилла была недостроена, и достраивалась она буквально в тот момент, когда я там снимал. Я этого не слышал в моменте, но на монтаже это очень сильно бросалось в глаза. В уши. Это бросалось в уши на монтаже. И как результат я стал шепелявить. И все видео я... Короче, отвратительный звук мне не понравился. Но в этот раз никаких строек, никаких генераторов на фоне. Только этот прекрасный парк. И... Пиво. К сожалению, я его уже открыл, потому что этот дубль второй. На первом дубле прямо посередине съемок солнце зашло за тучи, и все похерилось к хуям. Поэтому... Ну, если это важно для вас, то вот, пожалуйста. И пиво. Было? Было. Да, если кто переживал, пиво снова с нами. И... Вот, блядь, опять согрелось оно, пока я тут все это снимаю. Как же вредит вашему здоровью употребление алкоголя? Хм, вы бы знали. Но собрал я вас здесь сегодня, чтобы рассказать, что у условно-екатеринбургской группы Elite Roads вышел новый альбом под названием Determental, что в переводе с английского значит... А как? А как? А что значит? Вредный. Точно. Вылетело из головы. Вредный. Determental. Значает вредный. Отличное название, я считаю. И это первый лонгплей группы за последние пять лет. Да, вы можете себе представить, что предыдущий альбом у группы выходил аж в 2019 году. 36 минут, 11 треков. Это весьма смелый шаг в нынешних реалиях, да? Где группы выпускают альбомы по 6-7 треков длительностью 15-20 минут. Здрасте. Девочка хочет в телевизор. Так, а мне надо ей лицо замазывать? А вот я замажу. А вот о самой музыке я скажу так. Я бы, скорее всего, не обратил внимания на этот релиз, но если бы не один факт. Это эмо-группа. И предыдущий альбом это эмо-альбом. Правда, сейчас ребята решили побалансировать где-то на грани пост-хардкора и эмо-кора. А вы сами знаете, как тонка эта грань. Получилось на удивление хорошо, даже несмотря на то, что большинство треков на альбоме на английском языке. Осуждаю. И если на прошлом альбоме вот эту русскость было слышно очень хорошо, то, судя по всему, за последние 5 лет чувак на вокале поработал над акцентом, и теперь у него получается петь на английском языке очень даже хорошо. И в результате Lead Roads практически не отличишь от всех этих западных эмо и пост-хардкоров. Такое вот импортозамещение получается. Но все-таки, все-таки особое местечко в моем сердце занимают русскоязычные песни. Да вы просто послушайте это. Я как старый космос, ржавый и вброшенный в грязь, пытаюсь понять, где нахожусь и спасти устревшую часть. Ну круто же, круто, охуенно, блядь. Я очень надеюсь, что таким образом парни начали переход от английского языка к своему родному, великому и могучему. Потому что не гоже это русскому человеку, для русских человеков на чужом языке петь. Блядь, мне почти 30 лет. Чем я занимаюсь, а? Сейчас она еще раз пробежит, чтобы в камеру попасть. Или постоит рядом. Кстати, этот выпуск я снимаю в Сингапуре. И если вы что-нибудь когда-нибудь слышали про Сингапур, скорее всего, вы слышали, что там ничего нельзя. Ну, например, нельзя жевать жвачку. Да, действительно, есть такой закон. Зато пиво пить можно. Пиво в парке днем пить можно, и никто тебе ничего не сделает. Это просто удивительно. И я этим воспользуюсь. В начале ролика я назвал группу Lit Roads условно-екатеринбургской. Все дело в том, что сейчас ребята живут в разных странах, и новый альбом фактически записывался в удаленном режиме. Что-то мне это напоминает. Ну и знаете, нихуя себе, мое почтение, потому что я примерно представляю, каких трудов это стоило. Так что призываю вас заценить этот релиз хотя бы поэтому, потому что ребята реально проделали невероятную работу. Ну и еще потому, что у таких талантливых музыкантов несправедливо мало слушателей. И я считаю, надо это исправлять. А если же новый альбом для вас, как и для меня, слишком тяжелый, то я рекомендую вам послушать предыдущий альбом. Там прямо оно, прямо эмо, эмо! А на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Вот он. Будем с вами чуточку ближе. Кстати, я читаю все комментарии и там, в телеграме, и здесь, на ютюбе. И я вижу, про какие группы вы бы хотели услышать. Все будет. Но, сами понимаете, свежие релизы, они в приоритете. Поэтому это лишний повод подписаться. Классно я вас забайтил. И лайк еще и баните. Вообще охуенно будет. Ну, а мне пора. У меня самолет через несколько часов, поэтому я погнал. Всем хорошего настроения. Покеда! Условно-екатеринбургская группа Лил Ри... Лил... Лил Рип... Лил Пип... Блядь, сука. Кстати, этот выпуск я снимаю на фоне группы китайцев. Лил Ро... Лит... Лит Роудс... Лит Роудс... Лит Роудс... Условно-екатеринбургская группа Лит Роудс... Сука, Лил Пип, нахуй. Если вы что-нибудь слышали о китайцах, скорее всего, вы слышали, что они стоят за моей спиной. Им поебать, что я тут, блядь, видео снимаю вообще-то. Условно-екатеринбургская группа Лил... Блядь... Катеринбургская группа Лил... Лил... Блядь, сука. Блядь, я не могу. Никакого выпуска сегодня не получится.